Дед Мороз Дед Мороз Дальше волшебство, конечно же, случается лишь под Новый год, поэтому именно сейчас сюда спешат попасть и дети, и взрослые. Жалко, что в этом году экскурсии по усадьбе очень ограничены. Из-за коронавируса закрыты тюрьма Деда Мороза и Снегурочки, тюрьм творчества и почты Деда Мороза. Остается только с улицы наслаждаться красотой московских и костромских мастеров. Почти все здесь построено столичными умельцами, и только терем Снегурочки создали мастера из костромы, ведь родом внучка Деда Мороза, как раз из этого города. В тереме Деда Мороза можно увидеть, как живет добрый волшебник. Здесь есть мастерская подарков, в которой снеговички, почтовички собирают сюрпризы для ребят из разных уголков России. На втором этаже расположена спальня с огромной кроватью, искрящимся, словно снежинки, покрывалом. На стене висит волшебное зеркало, в которое дедушка видит все поступки детей, и хорошие, и плохие. Самое торжественное и нарядное место в тереме – это кабинет Деда Мороза. Там он принимает своих гостей и пьет чай со Снегурочкой и своими помощниками. Волшебный и дедушкин трон. Если прикоснешься к нему и загадаешь самое заветное желание, оно обязательно сбудется. А еще в кабинете Деда Мороза есть волшебный ключ. Он закрывает все двери в усадьбе, чтобы зло не проникло вовнутрь. Я советую обязательно приехать в усадьбу, когда здесь все откроется. Вы не поверите, но именно здесь, круглый год, стоит главный символ праздника – нарядная новогодняя елка. Можно будет побывать в тереме Снегурочки, можно поучаствовать в мастер-классах у кранилицы волшебных сказок Василисы, сделать подарки своими руками. Но даже сейчас сказка в усадьбе Деда Мороза продолжается. На территории растет настоящий волшебный лес из 120 елей, которые привезли из Великого Устюга, из вотчины дедушки. Дорожки этого волшебного леса ведут нас из одной сказки в другую. Давайте прогуляемся, и мы попробуем угадать сказочных героев. В сказку можно попасть одному, а можно вместе с другими ребятами, с героями волшебного леса. Детей и взрослых знакомят мои друзья-снеговички. Открой один секрет. Гулять по сказке лучше всего в темноте, когда вокруг играют разноцветные огни гирляд. Настоящее волшебство. Вот и первый герой. Щелкунчик, крысиный король. Сказка Коффмана. Одна из самых любимых новогодних сказок детворы. Она полна волшебства и добра. А вот персонажи сказки Шарля Перро. Не узнать их невозможно. Золушка, принц и, конечно же, добрая фея, которая вот-вот превратит обычные тыквы в карету. Карета готова. В нее может присесть любая маленькая принцесса. На сказочной дороге нас встречают новые герои из сказки «Волшебник изумрудного города». Эй, конечно же, с своим любимым щенком Татошкой. Чуть подальше ее верные друзья. Страшила, железный дровосек, лев, а вот и добрый Гудвин. Здесь же и другие герои сказки Александра Волкова. Героев Люса Королла тоже можно встретить в «Волшебном лесу». Здесь и лиса, и кролик, и чешский кот, и герцогиня, и Соня-мышь, и многие другие персонажи. Даже часы здесь, как и в сказке, особенные. Они показывают время наоборот. Удивительная атмосфера. А эту полянку с 12 фигурками видно издалека. Конечно же, это 12 месяцев. Герой одноименной сказки Самуила Маршака. Стоя на этой волшебной полянке, кажется, что действительно попал в сказку. Вот-вот у тебя на глазах сменяются времена года. И у ног окажется полная корзина подснежников. И вот оно, чудо, подснежники среди морозов и колючего ветра. Пора уже согреться после таких приключений. В кафе Деда Мороза лучшее место, чтобы выпить стакан чая или горячего шоколада с имбирным пряником от дедушкиных помощников. Вот такая она, сказка. Окунуться в ней обязательно нужно не только детям, но и взрослым. Кстати, однажды я видел бабушку, которая искренне расплакалась, когда встретилась с Дедом Морозом. Говорит, словно окунулась в детство. Чудеса случаются. В них просто нужно верить. Самый сказочный праздник в году, когда взрослые верят, как дети, что создал толстый лед на пруду. Самый сказочный маг на планете. Пусть приносит он белый снежок, колыбельные песни метелей, пожелания огромный мешок, изумрудность раскидистых елей, волшебство новогодних затей, разноцветность сверкающих льдинок, и веселые лица друзей, и мечты из прекрасных картинок, и горячий огонь доброты, и в душе мелодичные звуки, что хватило нам всем теплоты, чтобы нас обходили раздуки.